Давайте продолжим изучать Рекогнайзер. Самое главное мы забыли в прошлый раз сделать. Мы взяли триангуляцию, взяли оснащенное зацепление, а сам спайнт, как кодируется и заносится в многообразие, мы забыли сказать. Давайте это проговорим, потому что на всякий случай дело может быть полезным. Значит, на картинке изображен некоторый специальный полиэдр. Значит, что конкретно изображено? Ну вот, если рассмотреть такую вот окрестность, это у меня диск, и приклеить к нему, значит, один диск вот так вот сверху. А другой вот по такой панкотирной линии снизу. У меня уже рисовать плохо получается. Как-то вот он снизу там приклеен. Понятно? То есть, это стандартная вот картинка бабочки. Как-то у нас диск есть. Одна компонента идет сверху, другая компонента идет снизу. Значит, вот верхний, по сути, вот этот элемент еще можно перерисовать в таком виде. Значит, вот такая штука здесь. Мы не рисуем эти верхний диск, там приклеенный нижний, а просто плоскую картинку рисуем. Только остатки кривые. Ну вот, по сути, у нас вот специальный полиэдр склеится из таких вот бабочек. И, значит, особый граф здесь у нас, то есть, точки вершины, это вот эти точки. Ну, а ребра тройной линии, вот это вот, как раз, вот эти ребра. Ну, и здесь мы видим куски дисков приклеен. Давайте я каким-то цветом закрашу. Значит, это вот, например, вот горизонтальный кусок, который вот, вот таким образом диск идет. Ну, всего лишь 6. Верхний, нижний. И тут то, что плоски разбиты на 4 части. Вот, так вот, чтобы закодировать специальный спайк, мы сначала должны нарисовать особый граф. Значит, особый граф у нас будет какой? У нас будет две вершины. Вот она вершина, вот ее вот здесь как бы. Давайте каким-то цветом опять выделю. Вот это мы считаем наши вершины, и вот это наши вершины. Вот они, две вершины есть. Дальше у нас будет 4 вебра. Не так быстро, картинка немножко запаздывает. А, да? Ты же на план 4 совершишь. Да, да. Немножко запаздывает. А, ну, хорошо. Значит, вот у нас в этом спайне, в особом графе две вершины. Теперь как устроены ребра? Ребра у нас это петля. Ну, вот мы, петля идет слева потом. У нас еще два ребра вот таких вот. Ну, и еще петля справа. Получается, что вот особо нарисовали. Ну, и, в принципе, так по любому картинке можно особо граф нарисовать. А теперь к этому графу у нас начинаются диски. А что здесь диски? Знаете, здесь следующее. Диски у нас, это вот кривые, которые реально здесь есть. Вот я начал идти по кривой. Это у меня так дальше приклеивается. Ну, можно его выделить там до конца. Вот так, потом меряет внутрь. Проходит вот здесь, потом сюда. Ну, вот, то есть это вот один диск идет по нашему графу. Значит, как удобнее всего тогда за приклейку диска? Надо ребра графа ориентировать. Ну, и как-то занумеровать. В принципе, нумерация абсолютно не важна. Можно от 1 до 3, а можно 1, 105, 215, какие хотите, а такие ставить. Я вот туда нумерую так, как картинки. Видно, да? Да. Ориентации. Все, а потом мы выписываем границовую каждого диска. Граничная кривая, это у нас, ну, вот, как у нас, когда диск приклеится, его край, граничная кривая, идет как-то по особому графу. Ну, давайте вот я вот здесь, вот как бы начальные моменты, вот в том вот направлении, вот по этой первой кривой. Что я буду проходить? Ну, сначала я пройду по петле 1. А, значит, мы будем выписывать те ребра, которые проходим со знаками. Если на плюс, если идем в направлении ребра, если в минус, то в противоположном направлении. Вот я иду, вот видно, да, как я иду, вот прошел ребру 1. Дальше видно, что я иду по ребру 2. Вот это вот, как бы, ребру 2 у нас. Потом я по петле дошел сюда сейчас. Значит, это я по петле в 4 прошел. Потом я еще раз иду по петле 4, вот прохожу сюда. 4, значит, потом я иду по ребру минус 3, ну и все, я вернулся в исходную точку. Значит, наша первая кривая. Значит, в компьютер мы так и заносим, то есть числа, строчку чисел через пробел со знаками. Значит, ну вторая кривая. Давайте встанем где-нибудь вот здесь и пойдем вот в эту же сторону. Что мы видим? Мы 2 или 1 пройдем. В направлении. Сначала зашли внутрь, потом, то есть мы где-то вот здесь 2 раза пройдем. Потом мы идем вниз и проходим, почему? Проходим по ребру 3. Дошли до суда. Теперь идем по ребру минус 2. Ну и все, я замкнулся. Так, значит, что у меня еще осталось? Осталось, давайте, каким-то цветом. Вот осталось, значит, не пройдем, это кривая. Осталось в том направлении. Значит, что про нее надо сказать? Ну, что мы идем сначала по ребру 2. Потом идем, значит, мы пошли по ребру 2, оказались вот здесь, да, вот пультируем. Значит, потом прошли в противоположном направлении по петле 4, то есть минус 4. Вот так. Прошли так, так, так. И потом минус 3. Вот это вот, ну, граничные, целеграничные кривые, но это кодировка вот нашего специального спайма, который можно выносить в компьютер. Ну, мы позже это сделаем, посмотрим там, что он выдаст и что скажет. Вот. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Что я хотел дальше. Нет, давайте пока еще. Через чем это, я вот сейчас что-нибудь нарисую другое. Значит, вчера еще был вопрос, что что-нибудь, узел сложный взять, чтобы у него было какой-нибудь график. Значит, давайте нарисуем вот какой узел сателлит трилистника, а и мы именно, значит, пустим вдоль трилистника ленту мебиуса, значит, она и будет давать нам край лента мебиуса будет давать узел. Вот сейчас я нарисую, так, значит, вот у нас идет то, что, так, вот здесь я, давайте здесь перекручу, значит, что я там взял, так, вот так, ну, а дальше пускаем, тут я такие уж и штуки, понятно, нужно зарисовывать. Так, ну, и вот я потом покажу, я взял базовую точку здесь, значит, базисную точку изданавливал, так, и к точке пересчислил, нумерал так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, вот можно, если отсюда появится, понятно, что как писать код, значит, тут получается минус один код Гаусса, минус два, потом пять, шесть, потом идем, значит, что у нас, минус двенадцать, минус девять, четыре с плюсом, тринадцать с плюсом, ну, и так далее. То есть, код Гаусса я потом покажу. Значит, вот можно будет протестировать такой вот пример, сателик, посмотреть, что у него скажет, дополнение такое. Так, значит, теперь, что позволяет считать, какие инварианты. Значит, мы увидели, что гомология считает объем замкнутых, значит, и ключевое, то есть момент, что вы можете читать, это инварианты Тураев и Веро. Ну, инварианты Тураев и Веро я не буду показывать, вернее, это нужно будет потом посмотреть, это надо, конечно, почитать сначала про чего-то. Вот я давайте быстренько скажу про так называемый эпсион вариант, который, ну, не слишком долго после появления Тураев и Веро заметили, значит, Матвеев, Овчинников, Соколов, значит, он устроен таким образом. Вот если мы берем специальный спайн многообразия, можно себе мыслить, что была тренингуляция, мы там в каждом тетраде взяли бабочку, вот такой вот специальный спайн появился. Значит, теперь мы в этом специальном спайне перебираем все простые подполиэдры. Значит, что такое простой подполиэдр? Это подполиэдр, у которого окрестности точек такие, как в специальном спайне, то есть не особая точка, тройная линия, ну и истинная вершина, как вот справа нарисовано. Но нет условия, что вот это вот разведение типов точек, не особые точки, тройные линии и истинные вершины, это есть клеточное разведение. Ну, то есть можно взять, например, любую замкнутую поверхность, это будет простой полиэдр. Можно взять сферу и приклеить по экватору к ней диск, это тоже будет простой полиэдр, потому что типы точек сохраняются. Или можно взять, например, специальный полиэдр и вырезать какой-то диск, и вместо него приклеить поверхность с одной компонентой края, это тоже будет простой полиэдр. То есть они так немножко отличаются от специальных, но типы точек у них одинаковые. Так вот, значит, что перебирать? Значит, перебирать простые под полиэдр, это значит перебирать всякие возможные множества дисков и проверять, что подмножество дисков образуют простые под полиэдр. Если вот в окрестности шины эти диски, которые мы выбрали, вот если они на рисунке темными, таким заштихованы, они вот ведут себя так, как на картинке показывают. Ну, еще проще сказать, что каждому ребру выбранные диски примыкают, либо не примыкают совсем, либо примыкают два, либо примыкают три раза. Вот это здесь тоже легко проверяется. Вот, значит, мы вводим множество простых под полиэдр, включая туда пустое множество и множество, весь полиэдр, тоже простые полиэдр. А дальше мы каждому простому под полиэдр мы сопоставляем его вес. Значит, вес – это вот формула, значит, что здесь что. Ну, характеристика Q, понятно, это Эллерова характеристика именно этого простого под полиэдра, то есть вот тот, который у нас выделен серым цветом. А вэдку – это число истинных вершин в этом простом под полиэдре. Значит, это те вершины, которые вот на последнем рисунке. То есть вот те вершины исходного спайна, которые вот эта вершина на первой картинке, на второй картинке, на третьей картинке. А вот еще вершины, через которые наш полиэдр простой совсем не проходил, то есть белая бабочка нарисована полностью. Значит, эти вершины красные нам не подходят, мы считаем только вот последний тип вершин. Вот те, которые выживают в этом простом под полиэдре, остаются истинными вершинами тоже. И вот такие мы, значит, посчитали количество вершин, но эпсилон взяли единицу плюс корень из пяти пополам. Ну и, значит, тогда вариант многообразия – это мы взяли какой-то специальный спайн, поэтому специально спайну поступили все простые под полиэдры, в каждом простом под полиэдре сопоставили вес и просунили все эти веса. Значит, что получится? Ну понятно, что получится какой-то поленом от эпсилон, потому что вот у нас есть эпсилон в какой-то степени. Но еще более того, это получится в первой степени, потому что за счет этого соотношения, что у нас эпсилон вот такой единица плюс корень из пяти пополам, это не что иное, как корень в уравнении эпсилона в квадрате равно эпсилон плюс один. Ну вот, получается, что любую степень эпсилон можно переписать как Аэпсилон плюс Б. То есть, эпсилон в любую степень К – это какой-то Аэпсилон плюс Б. Ну и получается, что эпсилон вариант – это поленом от, то есть, линейный многочлен и до Эпсилон плюс Б. Значит, мы можем считать вот такие варианты, ну и более общие, конечно, как я говорил, мы можем считать инварианты Тураева и Ро. Так, ну давайте, значит, вот я решил на слайд еще раз просто вынести те основные моменты, которые в прошлый раз, чтобы они как-то в таком письменном виде остались, обсуждали. Значит, что мы говорили, что рекогнать здесь кнопка R – это значит распознать многообразие, есть кнопка initial state – это вернуться к исходному заданию, то есть, что-то поделали, вам надо вернуться на шаг назад или вернее к самому началу, то есть, значит, вот эта вот кнопка initial state – это две кнопки. А теперь у нас есть верхнее меню, что мы там делали. Значит, мы говорили, что важный элемент пункт меню information, который содержит, можно до распознавания посчитать что-то про это многообразие. Значит, первый пункт важный – это был short information, который давал нам. Он, как бы мы ни задали многообразие, тренгуляции, специальный спайн, оснащенное зацепление или просто дополнительное пространство какого-то зацепления. Мы в первую очередь строим специальный спайн, но мы показывали, как для тренгуляции, как для дополнительного пространства. Для основного зацепления не показывали, но, в общем, там смысл был какой, что сначала строим для дополнения, а потом, когда мы начинаем вклеивать полнотория, нужно вклеивать, то мы вместо полнотория вклеиваем этот меридиональный диск по той кривой, куда он должен. Ну и вот, получается, мы к уже построенному какому-то полидру мы еще приклеили один диск. Значит, вот он стал более сложным. Конечно, когда мы приклеим этот диск, он пересекает ребра старого полидра, возникают новые вершины, то есть он сильно усложняется. Если мы сложно диск приклеили, то по сравнению с исходной у нас количество вершин очень сильно возрастает при перестройке, когда мы делаем. Если большие параметры, то нам очень сильно добавляют количество вершин спаяни. Вот, значит, мы можем посмотреть вот в этом спаяни, значит, сколько истинных вершин, сколько ребер, сколько дисков. Ну, ребер, понятно, в два раза больше, чем вершин, поскольку четырехуалентный граф. Первые гомологии с коэффициентами z, крайное образие и ориентируемые или неоиентируемые. Вот. Еще в этом же информация, значит, что нам может быть интересно из того, что мы уже понимаем. Значит, мы можем посмотреть граничные кривые. Это имеется в виду вот то, что мы сейчас строили пример вот специальный спайн, который программа построила, то есть по тренгуляции, например, построила специальный спайн. То есть она вот это, то, что я проделал, она берет ребра графа, как-то их ориентирует, как-то их нанимирует, и для каждого диска специального спайна она выписывает его граничную кривую. Это вот может все выгодить. Значит, она может, вот следующий пункт в меню может показать нам сингулярную тренгуляцию. То есть если у вас, например, есть спайн, заданный гривыми, и вы хотите по нему построить тренгуляцию, как мы описывали, то есть мы просто говорим, что нумеруем тетраэдр, в тетраэдрах нумеруем вершины и показываем, что вот склейка этот тетраэдр номер такой-то, грань, состоящая из вершин какой-то, склеивается с тетраэдром номером таким-то, гранем, состоящей из таких-то вершин. Вот такую информацию показывает. Дальше следующий важный момент. Это мы можем по любому заданию получить вот этот вот буквенный код, который называется сигнатура. И чем он хорош? Тем, что с помощью этого кода можно давать многообразие от рекогнайзеров в сторону снапи и обратно от снапи передавать в сторону рекогнайзера, если нам это хочется. Ну и последний, значит, здесь еще эпсилон вряд, который мы только что проговорили. Ну а больше у меня просто в сайт не вошло, там еще были, значит, объем для замка так многообразия, если она гиперболическая. Ну и куча всяких других. В общем, это вот, наверное, основные, которые нужно понимать. Да, и еще, значит, важный пункт меню мы смотрели в прошлый раз, что если мы идем в меню рекогнайзера, пункт Simplify Special Spy, то, значит, вот тот специальный спайн, который многообразие построит по данному представлению многообразие, она его старается упростить, но мы как-то более-менее сказали, что есть некоторый набор упрощений, который реализован в программе. Вот, и выдаст в конце тот специальный спайн, она выдаст, она его вот этим вот способом, то есть ограниченные кривые, ну и, как правило, он, если есть чего упрощать, то она, наверное, сможет упрости. Ну, конечно, не всегда это может сделать. Вот, значит, ну, это вот все, что, наверное, касается таких повторений. Давай теперь пойдем в программу посмотрим. Значит, как я уже говорил, есть ряд примеров, которые можно сейчас будет попробовать. Так, надо запустить демонстрацию экрана. Так, еще бы реконезер запустить. То я его тоже закрыл. Сейчас, пять секунд я. Так, а давайте мы видео выключим, на всякий случай, а то сейчас это начнется. Что у меня? Демонстрация экрана-то. Что-то у меня сегодня есть техники какие-то на грани фантазии. Сегодня посмотреть. Да, значит, вот тот пример, когда я рисовал спайн, который был на картинке 2.2. Вот я выписал этот код кривых. Давайте его скопируем и что-нибудь про него скажем. Что такое? По-другому. Все время путаешься. Так, ну давайте сначала мощно распознаем, что за многообразие. Ну, вот это линза 7.2 с партерами 7.2. Значит, initial state. Возвращаемся к начальным данным. Чем мы тут можем посмотреть? Ну, давайте посмотрим epsilon-вариант. Да, вот это, наверное, важно посмотреть, чтобы не прокомментировать, что здесь возникает. значит, казалось, epsilon-вариант это одно, ну, то есть, это a, epsilon-plus-b, а здесь кучу много. Всяких e3, e4, e6, и так далее. Что это такое? Значит, то, что нам нужно, это e5, epsilon-вариант. Значит, только вместо буковки epsilon-вариант используется s1. На самом деле здесь считается больше, чем epsilon-вариант. Считается следующее, что каждый вариант, который верован, определяется двумя параметиями r и q. Ну, вот, если в зависимости от r, r пробегает там от 3 до бесконечности, то каждый такой инвариант раскладывается в сумму инвариантов, и один из них называется гомологическая тривиальная часть варианта Турео-Веро. Ну, неважно, что это такое, но, в общем, инвариант Турео-Веро есть сумма каких-либо инвариантов, один из которых гомологическая тривиальная часть. Так вот, epsilon-вариант это гомологическая тривиальная часть инварианта Турео-Веро пятого порядка. Поэтому, ну, вот, У линзы 7.2, Epsilon-вариант это Epsilon-1. То есть надо остановить, чтобы не считало долго. Ага, вообще я остановиться не хочу. Сегодня техника против меня. Control-break. А на Mac это какие клавиши? Володя, если с ней работает, то что она должна делать? Может, там просто она не всегда мгновенно реагирует. Может, если чуть-чуть подождать, так и остановит. Не, ну уже, так сказать, долгие такие расчеты. Но вообще или кнопка, или в меню там еще есть. А, все осталось, да. Не очень быстро дело. Так, значит, ну, что еще можно тут посмотреть для этого? Ну вот, например, если мы хотим передать это многообразие. Конечно, смысл его передавать туда нет. Нет, значит, вот мы можем вот этот выход. Как раз это та сигнатура, про которую идет речь. Что мы еще можем про него? Что нам понадобится? А, ну можно вот, если есть спайм, можно построить тренгуляцию. Значит, здесь взять те строчки, которые не закомментированы, то есть проценты повторяющиеся просто. Ну и буковка, это та же самая, как я говорил, буковка Т, тетраэдер, который используется. То есть тетраэдер первый, а грань с вершинами 4, 3, 2 склеивается с гранью этого же тетраэда с вершинами 1, 4, 3. То есть, значит, четвертая вершина склеится с первой, третья склеивается с четвертой, в крае склеивается с третьей. И вот мы полностью знаем эту тренгуляцию. Что нам еще по спайну может понадобиться? Ну, конечно, можем нажать сплифай, но понимаем, что этот спайн и так минимальный, раз он в таблице матриевый был, то ничего с ним, конечно, не сделает. Так, наверное, с этим примером все. Ничего, тут мы выжить хорошо про него не сможем. Давайте другой пример посмотрим. Значит. Вот тот сателлит-трелестник, который я рисовал. Давайте его попробуем обработать. Значит, напоминаю, значит, у нас начинается слово link, заканчивается кодом, словом end. Одна компонента, значит, слово код, и вот выписана эта длинная компонента, которая я уже рассказывал. Ну, давайте его, давайте сначала посмотрим на формацию. Мы видим, что спайн содержит 52 вершины, но это, собственно, понятно, если вспомнить, что это мы как спайн строили. Мы строили спайн не дополнительного пространства, а дополнительного пространства с двумя удаленными шарами. И строился так, бралась двумерная сфера, на нее клался наша диаграмма, и потом вытянули тоннель. То есть, каждая двойная точка давала нам 4 точки спайн. Вот у нас было 13, значит, у нас все две вершины и получилось спайн. Спайн довольно большой. Вот, и, значит, что тут? Ну, опять еще раз, что у него на краю многообразия уже теперь, значит, два Тора. А, нет, один Тор, один Т2. Это я слепый. И две сферические компоненты. Это вот такие вырезанные шары. Значит, мы можем распознать это многообразие. О, значит, вот многообразие распозналось. Давайте, что мы здесь видим. Ну, вот про те два шара, которые в самой первой строчке. Я, к сожалению, не знаю, как это покрупнее сделать, надеюсь, вам видно, что написано. Сейчас, как это можно было бы увеличить. Вот эти примочки не работают. Володя, не знаете, как можно увеличить? Я не знаю. А, Винет, скажите, пожалуйста. То я вам показываю. Ну, хорошо. Нормально, нормально, конечно. Да, ну, хорошо. Значит, вот первую строчку про шары. Мы уже говорили, гомологии нам тоже неинтересны. Значит, написано. Значит, здесь написано, что наше многообразие является многообразием, граф многообразием. И, значит, мы граф многообразие представляем себе, как некоторую молекулу, а молекула – это граф. Значит, где вершины этого графа – это многообразие Зейферта какие-то, а ребра этого графа, ну, это склейки граничных компонентов многообразия Зейферта, соответствующих этим вершинам. Ну, давайте посмотрим, что говорит, что у нас есть всего одно бро, по которому склеятся два разных многообразия Зейферта. Многообразие Зейферта ниже. Значит, это одно многообразие Зейферта – это диск, база диск и слоями. Третий пишется для некоторой канонической записи многообразия Зейферта, но в нее можно углубляться. То есть, в принципе, параметром восстанавливается это многообразие Зейферта. А второй атом – это атом, значит, многообразие Зейферта, база и кольцо. Я не помню, у нас сколько букв таких имен собственных. Значит, диск, сфера, тор, наверное, Т2, клянь, Т2, кольцо, А2. Ну и все. А дальше, наверное, как пишется? Там бывает еще сфера с несколькими удаленными дисками. Тогда так и пишется. А, ну пишется, значит, сфера. Сейчас, а поверхность другого рода, если пишется, то как она? Связана сумма каких-нибудь торов, да? По-моему, я, честно говоря, забыл. Там, по-моему, будет цейлеровая характеристика. Количество, ну вот, в сути, сколько удалено дисков. И ориентируемая, неориентируемая. Ну, когда вот она не имеет имени собственного, то тогда выводятся вот эти три параметра. Характеристика, число, компонент, края и ориентируемая, неориентируемая. Хорошо. Ну вот, и, значит, что еще раз. У нас есть два зеферта в многообразии. Напоминаю, что как только мы написали вот такое задание в многообразии, то есть указали базу и особые слои, то у нас на каждой компоненте края многообразия зеферта есть каноническая система координат. И... На одном блоке есть каноническая система координат, на втором блоке есть каноническая система координат. Ну, а тогда гемоморфизм тора на тор можно запустить в виде матрицы. Вот эта матрица, вот здесь и написано. Первая строчка 2.7, вторая строчка матрица 1.3. То есть определили минус единица. Ну, и это более-менее понятно, потому что, поскольку это был сателлит трилистника, то тор, который есть граница трубчатой окрестности трилистника, трилистник у нас торический узел, значит, его дополнение – это зеферта с базой, там диск с двумя особыми слоями, а внутри включается этого трубчатой окрестности. Мы вырезали вот такую штуку, ну и база будет, то есть это будет зеферта с базой, кольцой и одним особым слоем. То есть ответ более-менее разумный. Да, можно здесь вот сделать, значит, можно, как я говорил, Recognizer, Simplify, то есть вот это задание, которое, скучу вот такого кода, оно построило специальный спайн, как мы помним, с 52 вершины. Значит, давайте мы его пытаемся упростить. Вот прямо видно, то есть в процессе специальный спайн упрощается, упрощается, вот что-то происходит. Причем, видите, номера ребер записываются какими-то дикими штучками, решетки это 239, она все еще пытается упростить. Вот для чего-то все, вот она упростила, так что у нас получил специальный спайн с 14 дисками. Можно с этим специальным спайном тоже что-нибудь проделать, хотя бы, то есть сколько в нем, значит, вершин-то, узнать это. Вот 14 вершин, 14 дисков. Ну и у этого специального спайна уже пропали граничные сферы, потому что вот в случае, когда рассматриваем дополнительное пространство какого-то зацепления, у нас есть два шара вырезаны из многообразия, и в первую очередь программа прокалывает диски спайна, которые разделяют компоненту края сферы от компонента крайней сферы. Поэтому, то есть эти сферические компоненты на краю пропадают, и за счет этого вот у нас так с 52 до 14 вершин диска упало число вершин. То есть спайна упростился. Так, значит, можем посмотреть в качестве примера. Ну, я не знаю, можно, конечно, забабахать какое-нибудь ощущение к этому, если интересно. Ну, сейчас я посмотрю, что я. Значит, надо сказать большое спасибо Володе. И он подготовил тут несколько примеров. Значит, и вот в частности он нашел пример. Одна из, значит, идей была, что рекогнасят распознавать тривиальный узел. А именно, как распознавать? Он должен попытаться, когда мы задали какую-то диаграмму узла, взяли, написали код Гаусса, загнали в рекогнайзер. Программа пытается распознать, что это многообразие, есть дополнительное пространство узла, есть и толщина тор. Ну, вот, давайте. Вот это, прошу прощения, конечно, полный тор. Это что такое? Полный тор. Значит, ну и в свое время у Ваня Дынникова какие-то давал диаграммы, еще где-то Сергей Владимирович брал. Володя, не помните, откуда происхождение этих? Ну, там какой-то человек, ну, настранец какой-то, вот этот, который я вам дал, 29 перекрестков, это вот, это не Дынниковский узел, а как раз вот... Ну, у Дынникова там, по-моему, 400 перекрестков каких-то было, да? У меня три его узла, там 130 с чем-то, 300 с чем-то, и самый страшный, 407, а это вот он... В общем, да. Какая-то фамилия человека, я забыл. Скорее всего, здесь листвует. Не-не-не, там какой-то, ну, я забыл. Ну, хорошо, значит, ну вот нажимаем на Recognize, и буквально через 3 секунды или 2 выдает, что это действительно Solid Torus, то есть распознает. Да, можно, кстати, еще вот такую сделать. Значит, поскольку мы знаем, что это тривиальный узел, можем задать какое-то целое оснащение. Не знаю, давайте. 13, побалуемся. Нажать и распадать. О, смотрите, как быстро. Линза 13.1, ну, ответ так и должен получиться. Когда тривиальный узел перестраиваем по целому оснащению N, то получается линзовое пространство M1. Значит, просто здесь что сказать, что у нас уже было 29 перекрестков, то есть это надо умножать число вершин на 4. А потом, когда мы вклеиваем еще диск по оснащению N1, он и там что-то напересекает. То есть число перекрестков становится каким-то таким большим. Кстати, он как-то 13.4, побалуемся. Чем-то распознает. И это распознавал мысль. В общем, работает. Можно брать узлы и перестараю что-то там. Когда ответ Зейферта или граф многообразия, то программа его может найти. Да, когда может там быть, что дополнение это какое-нибудь составное многообразие, например, какой-нибудь Зейферт склеивается с каким-то блоком, который X-овской таблицы, то есть какой-то многообразие, которую наша программа не берет, значит, то тогда она выдаст ответ примерно, что вот, что это составное, значит, там вот ребро один склеивает там Зейферта, там такой-то, с каким-то вот блоком таким-то, значит, но нам этот блок, тот, который рекогнайзер, ее, по-моему, ничем не поможет. То есть мы его не можем обратить к СНОПе. Володя, подскажите, а вот этот вот блок, который второй, мы его, этот. Там эта сигнатура тоже выводится. Его сигнатура, то есть этот блок, то есть получить его сигнатуру, и, значит, тогда с этим блоком можно отдельно поработать с СНОПе. То есть, если там выводится там такой-то с каким-то номером, значит, это гиперболический блок с не более чем восемь, что ли, вершинами, или девять. Его сигнатура выводится, то есть, в принципе, можно куда-нибудь передать, если нужно. Да. Так, а вот еще, значит, да, я забыл еще некоторые возможности, которые могут быть полезны. Давайте просто ты возьмем что-нибудь. сейчас, то я смотрю. Ну вот, давайте этот спайн возьмем. Значит, иногда полезно уметь считать поверхности, которые лежат в спайне. Значит, поверхности, которые лежат в спайне, под полиэдры спайны, которые сами являются поверхностями. Значит, эти поверхности это не что иное, как элементы второй группы гомологий нашего социального полиэдра с коэффициентами в Z2. и вот эти поверхности можно просто найти в спайне. нету в спайне никаких поверхностей он говорит. Ну так, значит, он выводит информацию, наверное, какие диски из тех, которые здесь, всего три диска в спайне, значит, какие диски образуют поверхности и что это за поверхности будут. Значит, вот еще один возможность рекогнайзера. Значит, про симметрии я не помню. Нормальные поверхности. Ну, мне кажется, нормальные поверхности лучше в Регине искать. Володя, у нас что такое нормальные поверхности, что реализовано? Нормальные поверхности. Но их же бесконечное число, что имеется в виду? Ну, они ищутся последовательно, увеличивается вот этот сколько раз каждый диск может быть фигурировать в поверхности, это растет, ну и так будет, в принципе, пока не... Ну, то есть, грубо говоря, конечно, надо мыслить, что нормальные поверхности лучше мыслить в языке тренгуляции, то есть параметр у нас это реберная степень, да, суммарное пересечение с сырами. Ну, это то же самое, сколько каждый диск входит. Ну, да. В общем, можно, да, посчитать, что здесь и... посчитать и нормальные поверхности. Так, значит, еще какой-то интересный пример видел. Да, был вчера вопрос про узлы в утолщенных поверхностях. Сейчас я попробую найти. Значит, это у Володи, это вот здесь. да, значит, вот пример, который Володя назвал виртуальный триллисник. Значит, давайте сначала правда его. Вот это у меня увеличивается, поскольку... Я говорю вот про этот пример виртуальный триллисник. Значит, что здесь происходит? Мы взяли утолщенный тор, тор умножить на отрезок, значит, и в нем задали на этой поверхности на торе задали проект с какого-то узла. Ну, давайте пока оставим в стороне, почему это там виртуальный и как это. Значит, как называется код. Ну, тор мы представляем в виде квадратика с отождественными сторонами. и тогда получается диаграмма, но это есть дуги, внутри квадратика есть точки и, конечно, дуга, если, например, дошла до верхней стороны квадратик, то она на следующее продолжение идет напротив с нижней стороны квадратика выходит. Если она зашла в левую сторону квадратик, то она в соответствующей точке правой стороны квадратика выйдет и далее. Вот двойные точки внутри квадратика они на диаграмме также нумеруются, как мы это делали с диаграммой на сфере и мы начинаем, значит, мы ориентируем нашу диаграмму и начинаем двигаться по ней. И вот код, который мы выписываем, значит, он и так, значит, если вот я просто читаю, проходим через двойную точку первую сверху, потом проходим через двойную точку вторую снизу, значит, а потом идут буквы здесь Т1, Б1, Р1 и Л1. Давайте я поясню немножко их. Значит, мы квадратики, соответственно, у нас есть райт и левт, левая и правая, правая и левая стороны, ну и топ и баттам, это верхняя и нижняя. Значит, теперь у нас на этих сторонах есть точки в каждой стороне. Как мы их нумеруем? Значит, нумеруем мы их по часовой стрелке, двигаясь по квадратику. На каждой стороне своя собственная нумерация. То есть, налево снизу вверх получается, на верхней слева направо, на правой сверху вниз и на нижней справа налево. Ну, у нас здесь в примере получается по одной точке на каждой из сторон есть. Ну и что означает, что после минус 2 она у нас попала в той номер 1 сверху. Значит, точке номер 1 сверху соотвечает точка номер 1 снизу. Ну, в этой вот кривке, когда у нас по одной точке есть. А если бы, например, у нас на верхней, на нижней было по 5 точек, тогда бы здесь был код Т1, а потом вышло Б5, что она вышла снизу из 2 пятой точки. Ну, потом по каким-то точкам опять идет внутри, потом заходит в правую точку, она одна и выходит из левой точки. И замкнулась диаграмма. Все ли понятно, как делается? Предыдущая строчка написана 1, 2, это что? А, да, значит, если, когда мы, кодировали узлы на сфере, то там можно было восстановить знаки двойных точек просто по коду. голову. То здесь уже это не так фактный. Ну, и поэтому нам, кроме вот этого вот прохода кривой нашей, надо еще для каждой двойной точки знак. стандартно либо минус, но мы пишем либо 1, либо минус 1. Такая вот получается. давайте это затолкаем в рекогнайзер. Распознала. Значит, ну, что можно сказать исходно? у нас это многообразие, поскольку было в утолщенном торе, значит, у нас было две компоненты края этого утолщенного тора, мы изнутри вырезали окрестность этого узла, ну, и получилось вот редкий, в принципе, случай, что дополнительное пространство это есть дополнительное пространство это просто наше дополнительное пространство к зацеплению L6 и A5, которое можно в принципе здесь наверное в таблице узлов могут L6 и A5 вот такое вот зацепление это его дополнение там было написано вот ну а какое отношение к виртуальному трилистнику ну я так понимаю что это трилистник у которого одна точка виртуальная когда мы избавляемся от виртуальных точек мы то есть увеличиваем рот поверхности как бы получается что у нас убираем эту точку и вставляем ручку туда к сфере и разводим это перечение то есть они по-разному ручке проходят то есть вернее одна по сфере которая снизу а вторая которая неважно кто там сверху это по ручке поэтому получается вот диаграмма уже ну и вот для этой я так понимаю этот пример был показан так можно то же самое делать на бутылке клейна значит такие же самые действия значит единственное что с бутылка клейна здесь важно что значит значит левые и правые у нас у квадратика стороны ориентированы вверх а значит правая верхняя слева направо а нижняя справа налево ничего не перепутала правая и левая склеиваются по переносу а нижняя склеиваются с перекруткой ну да то есть да собственно не важно куда стрелочки направлены левая и правая без скрутки а верхняя нижняя с перекруткой вот можно диаграммы смотреть но я помню была деятельность что там когда Лиля там на утолоченные бутылки клейна какие-то узлы строила мы смотрели что же за дополнительные пространства получаются к ее узлам но вот в каких-то случаях это получались какие-то дополнения зацеплений или это даже если не дополнение зацепления вот здесь оно кстати выдало что это какой-то виксовский гиперболический блок то есть это многообразие значит который скрылся из 6 идеальных тетраэдров у него наверное ну да три каспа как бы да у толщенной бутылки клееного нет только один тор на краю нет я сейчас верну к примеру тором который был то есть вот здесь был q631 то есть блок его можно найти тут сигнатуру и затолкать в программу снапи так ну вот про рекогнайзер в принципе все так поскольку снапи вылетает то с этим надо разбираться тогда сейчас не будем разбираться что случилось что говорить просто ну если вот кого-то интересуют узлы именно узлы то там есть еще возможно считать некоторые уже чисто узловые то есть можно считать варианты Кассана Вокера и можно считать Кассан Вокер да да можно считать несколько А Кауфон Брекет тоже наверное да то есть для узла на сфере соответственно классический поленом Кауфмана так сказать а вот для узлов на торе и на бутылке Клейна там что три варианта поленома Кауфмана ну там обобщенности когда все окружности подникают считаются одинаковыми когда разделяются на тривиальные и нетривиальности и самый сильный вариант нетривиальности делятся по гомологическим типам то есть не вот это все там тоже единость нажать на соответствующий пункт ну вот я взял Вахет давайте Кауфман вопрос у меня а волкер это разве не по формуле или скоп для трехмерных базе это именно для узлов что ли это да это там какая-то терминологическая это самая путаница ну есть же вариант касса для многообразия касса касса волкер по-моему это узловой вариант его Сергей Владимирович вместе с этим поликом поликом а то есть это то что с поликом да да вот там то есть это вот этот вариант ясно да понятно на Кауфман брекет давайте посчитаем так и что значит он тут выдал КТ как мелко я сам не вижу у себя в компьютере минус Т в минус шестой плюс Т минус да вот что-то посчитала но есть для того же сам виртуального триллистника нажмете три линол а вот толщином торе значит он считает да давай посчитаем для виртуального триллистника метод вот 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 Кауфман Брекет. Да. Ну, значит, что я могу сказать? Если интересно, мы с Володей вот эти примеры, как я вот в слайде начал писать, нажмите то-то, получите то-то. Можно, в принципе, туда добавить, чтобы слайды были такой-то справочным материалом. То есть, для таких, кто считает полином такой-то, для узлов в утолщенном полинома это вот это вот, ну и так далее. То есть, чтобы это осталось, можно это сделать, я думаю. Надо, нет, Андрей Юрьевич? Как ты считаешь? Можно вопрос, да? Да, конечно. Значит, вот, когда мы считаем Кауфманскую скобку, там у нас сумма, когда собирается, да, то там каждая тривиальная компонента считается каким-то весом. Ну, там число компонентов связанности, да, значит, это возникает как степенью... Володя, я не один вопрос, Володя. Слушайте. Володя, значит, мы говорим про скобку Кауфмана, значит, мы собираем статсумму, и каждый элемент статсуммы, значит, это число компонентов, это переменная в степени число компонентов связанности. В случае Тора вы просто берете разные переменные, да, в зависимости от того, как это тривиальная компонента, либо она просто тривиальная санатория, либо она соответствует Мирьяну, либо параллели. Такая разница, да? Ну, там просто ну, там же наверное был этот пример, то есть там вот это и в треть во второй строчке там просто делятся окружности на тривиале и нетривиале, ну, с тривиальным находится как бы ну, просто вот эта вот скобочка добавляется минус квадрат, минус трюминус второй, ну, там соответствующей степени. Значит, нетривиальным отвечает там у меня она обозначается переменная z в соответствующей степени, смотря сколько там этих нетривиальных. Значит, а в третьем варианте это вот примерно то, что Кауфман в 2004 году по-моему они реализовали, вот там есть статья в Мандай, и у них, значит, там есть вариант, который учитывает гомологические там гомотопические классы кривых. Кауфман получается только гомологические классы рассмотреть. Ну, это они просто каждый гомологический класс имеет параметр pq, кривая типа pq, в некотором базе естественно, которые соответствуют таким станам квадратиков. И вот эти, если там есть кривая pq, вот значит, появляется z в скобочках pq, ну, и в степени там сколько таких кривых в этом состоянии было. И вот такие выскакивают. Это классно только для узлов, не для многообразий. Для узлов, для узлов. Ну, в смысле, для зацеплений тоже. Я нажал для этого вот виртуально, значит, вот оно ругнулось. А тут пишет, что реализовано только для узлов и компонентных зацеплений с целой. Моги скажи. Касса на Вокера нажали, да? Касса на Вокер, да. Не, ну, да, это действительно там этот ну, вот эта статья Матвеев Поляк, они Поляк. они сделали, да, вот только для этого. Собирались как бы сделать для зацеплений, но так и нет. Все-таки вы, наверное, не сказали, Кассан Волкер это для многообразий здесь, потому что у Матвеева Поляка статья была для гомологических сетей, а не для узлов. Проверим что, возьмем многообразие какое-нибудь для линзов пространства попробую нажать, чтобы это рационально гомологическое должно быть. Ну, давайте посмотрим. Вся конструкция была на диаграмме. Нет, говорит, только для surgery presentation надо. Нет, то, что у меня там, это понятно. говорю, что у них в статье они рассматривали только диаграммы узлов. Но рассматривали многообразие заданные этими диаграммами. То есть дополнительное пространство вы имеете ввиду? Дополнительные перестройки по зацеплениям. Короче, надо взять зацепление с целой перестройкой или узел с целой перестройкой. Может быть. Ну, давайте возьмем какой-нибудь зацепление годится целой перестройкой. А вот две компоненты давайте 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 двухкомпонентное пойдет. Там было написано нормально. Так, и что, надо обе склеить, да, как-то? Обе перестройки. А там рациональные, да, можно? Да, рациональные можно. Так, и что? А, инвариант хотим. Так, integer только говорит. Ну, дальше integer. Создатели уже не помнят чего. А как это вернуться назад? Что-то он не хочет, назад-то возвращаться. Да, вот бак какой-то. Что? Настирать не хочет. Что-то сегодня техника работать не хочет. так, еще какие-то вопросы? Давайте еще что-нибудь поотвечаем свободе. то есть, какие интересные задачи, которые можно было сделать с рекординайзем. Погодите, так вы примите, ставьте и посчитайте только с целой стройкой. двойку. сейчас. Ну, и там тоже двойку, например, писать. о, посчитала, лямбда равно минус данный отлично. Наверное, да. Не, ну, в общем, конечно, правильно, потому что, если, так сказать, полностью оснастить это получится многообразие, ну, я-то просто, получается, говорю с точки зрения представления, то есть, ну, да, то есть, конечно, Филипп прав. Володьбак обнаружился. Вот, когда я нажимаю information этот касс инвокер он мне что-то посчитал, нажимаю initial state, и мне никакой initial state не происходит, а вся эта байда остается. Надо посмотреть. Я эту байду еще и выбить не могу. а нет, удалилась. А вот есть команда link, если просто link, то это в сфере, есть команда link c2, link c2, да? Да. То есть, только три варианта. Только три варианта, понятно. А то есть, допустим, как-то задать объявлющее многообразие хирургии, а потом внутри как-то задать link. А на чем мы link-то будем задавать? Ну, тогда, ну, должна же быть диаграмма. Должна быть диаграмма, понятно. Ну, тут более того, что, в принципе, можно было политически сделать на любой поверхности, ну, каким-то таким примерным образом, но это вот, ну, так сказать, руки не отошли. реализовать. да. То есть, реализовать, то реализовать, ну, вот, тоже. У меня такой вопрос, а по поводу распознавания тривиального узла. Был ли пример, который распознаватель не берет? То есть, например, известно по алгоритму Дынникова, что да, он редуцируется до тривиального узла, а здесь он не узнает, что это полтор. Или нет таких примеров? Ну, те, которые мне вот передали, включая вот этот вот 407 перекрестков, ну, как-то очень долго, но отпадает. Это было, да, очень долго где-то было? Ну, я сегодня вот утром запускал, ну, так минуту подождал, он что-то это самое, ну, даже, видимо, еще спайм не успел построить за это время, но все-таки там это 1600, вершин очень много. Не, ну, конечно, надо понимать, что Дениковский алгоритм заточен под тривиальный узел, поэтому, конечно, он работает быстрее, там, данных-то меньше, а тут многообразие. Если уж хотите распознавать именно виртуальный тривиальный узел, конечно, нужно использовать свой алгоритм, ну, Дениковский, ну, собственно, единственное, насколько я понимаю, такой работоспособный. То есть, конечно, все вот эти заходы или со стороны нормальных поверхностей, или там со стороны распознавания полного тор, они, безусловно, будут гораздо менее эффективными, чем Дениковский. он гарантированно дает ответы. Насколько я понимаю, ну, скорее всего, да. А может, и никто узнает, вдруг, как-то так сильно запытается, что он не справится. Дениковский, работает же с прямоугольными диаграммами или не обязательно? Да, с прямоугольными. Вы можете взять любую диаграмму и конвертировать ее в прямоугольную и напустить на нее Дениковский алгоритм. А конвертировать вручную, да? Ну, я не знаю. Может быть, у них есть какой-нибудь способ, даже они этим занимались. Но какая-то программа у них есть, вроде вот Максим просал, когда ступал у нас. То есть, у них какая-то программа есть. И, наверное, все-таки она на вход получает код Гаусс. Ну, вообще, я точно не знаю. Это надо собственно у них, конечно, спрашивать. А что так, чтобы рисовать или тиран вручную узла и ее вводить? Нет такого реально? Ну, вот я же говорю, это вот в числе таких вещей, которые в принципе можно сделать и понятно, как сделать, но вот руки не доходят. Ну, необходимости особо пока не было, да, Володя? Что? Ну, говорю, задачи такой не было, то есть? Ну, да, как бы, ну, узлами в Торе, узлами в бутылке клея, просто мы вот занимались, ну, и в ходе этих работ оно и было сделано виртуальными узлами, ну, только последнее время немножко какая-то деятельность началась. ну, с другой стороны с виртуальными узлами, то есть, а что с ними делать? Ну, можно построить, можно их реализовать поверхности некоторого рода, можно построить спайн дополнительного пространства, а что с ним делать? Распознать его распознаватель не сможет, потому что там будут очень нехорошие края, то есть, он же работает с многообразием, у которых край либо сферы, либо Торы. Не, он может интересует варианты какие-нибудь точные. Ну, если это осмысленно, там, не знаю, Торайва-Виро там считать или еще что, ну, собственно, что еще, ну, Торайва-Виро, ну, можно там скобку кау посчитать еще, потому что многобранит трехмерность гильзичного края можно здесь использовать? В смысле? Значит, рекогнайзеру на геометрическую струбу все равно берем, создаем идеальную треангуляцию в любое многообразие с любым краем компактным. Не, ну, все равно, что построить-то построят. Да, ну, то есть, распознать, конечно, он не умеет ничего. Не надо какие-то посчитать, который там заложен. Нет, тот же объем может посчитать? Нет, рекогнайзера выше, ну, вчера обсуждали только для замка, который считается. Да, снопия только для сказки, поэтому для многообразия в геотезическом крае там объем, по-моему, не умеют считать. Может быть, итальянцы что-то считали, я не знаю, они работали же с производными краями вот, групп этого Петрония. я как у них спросил какую-то программу или еще что-то, они сказали, мы уж сами забыли, что она делает, поэтому не можем ничего сказать. не зря сегодня записываем видео, да? Да, потому что забывается со страшной силой. Сколько у нас help непонятно написано или нет, то скорее всего так он универсовался. Если хотите, я могу про этот атлас немножко поговорить время еще показать нет? Так, значит, атлас, ну вот ссылка на него была, значит, что он позволяет здесь сделать? Значит, есть различные параметры, по которым можно осуществлять поиск наобразие. Как я говорил, здесь все замкнутые ориентиры, неприводимые сложности до 12. Самое простое, например, посмотреть какие-нибудь, например, по сложности, давайте по сложности от двух до трех, что там, какие многообразия лежат, такой сложности, поиск. Все, вот он выдал список, что какие-то вот линзовые пространства, зельферд, линзовые пространства, вот они все пронумерованы, номер, то есть 2-1, 2-2, то есть сложности 2, и там внутри тоже перенумерованы. Но можно зайти, наверное, на страничку многообразия, и здесь будет указана еще дополнительная геометрия, группа гомологий, род Хегера, эпсилон вариант, специальный спайн. Вот в том кодилоке только здесь добавлено первая кривая ограничена, вторая, третья. Ну, рекогнайзер тоже, кстати, такую кодилоку понимает, можно было один двоеточие и первую кривую перестать, два двоеточие, вторую, третью, так далее. Вот, можно внутри этого списка еще выбирать по остальным параметрам, ну, например, нет, это не выбирать, а вывести геометрию. Ну, вот, все тут имеют геометрию F3, значит, вывести ипсион вариант, какие у этих многообразия. Кирот Хегера. геометрия, поиск. Сложность 9, посмотрите, гиперболитические мегабратья. Давайте, попробуем. Раньше нет, начиная с 9, да, возникает. Да, сложность 9 возьмем. Нет, там еще надо в геометриях выбрать, что гиперболитические геометрия, но чтобы этот геометрия HP поиск. Значит, 4 многообразия, и здесь они записаны, значит, это 631 и перестройка, да, 631 это Борне или Чейнлинки? Мне кажется, Чейнлинк тоже, Чейнлинк, да, да, за 3-х компонентный Чейнлинк. Ну, они на Борне тоже же получаются. Ну, у них же много представлений всяких есть. А, что тут, ну, вот, можно посмотреть, какие геомолы. А вот, Вин Анатольевич, возьмите код спайна какого-нибудь из них и засуньте его в рекогнайзер, какие он представления у него выдаст. Ну, так. Ага, еще бы тот код спайна был. Отлично. А у других может есть, нигде нет. А вот есть. Вот есть. Да, ну, давайте попробуем. Засунуть в рекогнайзер. Почему? А у нас кто это делал? Код спайна сюда вставлял? Дима Горкейс? Нет, Валентин Потапов. Сейчас, что-то мне так ставилось, наверное, надо было не сюда вставлять. Наверное, надо было какую-нибудь промежуточную эпархию вставить. А то этот рекогнайзер как-то все буквально понимает. Так, ставил. А что мы хотим посмотреть-то? Рекогнайз нажать. Распознать. Рекогнайз нажать. Ну, вот выдает все. Его можно с перестройкой L5-1 перестроить. Можно L5-1 перестроить. L5-1. Можно какие-то другие брать блоки виксовские с четырьмя. Нет, рассказано было, что через кольца Барамы получается, то найдет он или нет представление. Вот это L6-A5 это кто? Наверное, тоже. Надо заглянуть просто на Ватлас. Нет, это наверное это опять чем-либо. Сейчас, где у нас кольца Барамею? Давайте открываем. Нет, вот кто значит кольца Барамею? Вот это же? 6-A4 наверное, нет? Да, вот у нас 6-A4 Барамею кольца. Я не уверен, где это самое там 6-A4 он не выдает. Это не означает, что он его не находит, а означает, что туда просто не забито соответствие между какими-то блоками. А с другой стороны, очень может быть, что дополнение к Барамею имеет большую сложность. Даже мне кажется именно так. Вот этот список он создает как? Основание таблицы? Нет, это они все честные находятся. потом некоторые из них еще пересчитываются друг в друга, если соответствующие правила пересчета зашито. Если формулы Кирби зашиты, то он по ним пересчитывает? Ну там не так это делается, просто если скажем форму Кирби. Я знаю, что какой-нибудь там Вайтит например может быть представлен наоборот, что скажем дополнение к восьмерке можно представить как там перестройка Вайтхена. Вот эта перестройка туда зашита, значит он скажет. понятно Так, вот но в общем смысл в этом состоит, что мы выбираем параметры, которые нам интересно по которым хотим посчитать и например какие из наших многообразий имеют род Хеггра 2 тут 1 и 2 есть, да? Ну дело в том, что там род Хеггра не для всех многообразий определяется, а для некоторых типов, для которых он известен. Потому что понятно, что задача определения Хеггра она тоже очень сильная. Переборная такая сложная задача. Но в некоторых случаях там известен из четвертого надсферы с тремя особыми слоями, но это вот Хеггра рода 2. Ну в таком роде. Про некоторые гиперболичества тоже известен род. Но там далеко не для всех указывается. А только в случаях, когда он точно известен. А можно разнести информацию? есть значит что забито, а что считается? то есть вот или в атласе только забиты уже, да? Нет, атлас и рекогнайзер это разные вещи. Атлас это висит на сайте, а рекогнайзер это отдельная программа. Атлас выводит информацию из базы данных, которая туда занесена, и сам он ничего не считает. Понятно. Да, атлас. Атлас наоборот. Он все, что выдает, он считает. он каждый раз пересчитывается, да? Нет, но у него зашиты, то есть эти блоки с оговоркой, что гиперболические блоки туда зашиты, и некоторые соответствия между гиперболическими блоками с разным числом Каспо, тоже зашиты. То есть, допустим, если я в рекогнайзере заведу какое-то многообразие, которое получается перестройками, допустим, узле восьмерка, мне рекогнайзер это скажет, а Катлас он не обратится. Да, ну просто он скорее всего найдет, напишет вам, что это там Q2.1 с какими-то параметрами. А все, что известно об этом многообразии благодаря Атласу, он не подтянет. Ну да. Скажем так, проблема, вы в Атласе не найдете это многообразие, потому что распознаватель его скажет в одном виде, а в Атласе нету параметров, ну только что по объему можно будет попробовать его нащупать. Кто же это в Атласе? Сейчас, ну подождите, Катлас скажет сложно сказать хотя бы какую-то, можно же упростить его. Ну да, вот по каким-то опосредованным таким признакам можно будет его найти в Атласе. Сейчас, но если это гиперболическое многообразие, Атлас не скажет вам ничего больше, кроме что рекогназер знает. У него все равно канонического имени-то нет, то есть он будет представлять как... Но в Атласе какое-то имя представлено, как перестройка Chainlink или еще... Chainlink, да, но и рекогназер в принципе может как Chainlink выдаст. С 10 разными комбинациями параметров, ну да. Да, может быть, да. Потом искать их. По объему, конечно, самое надежное найти. Объем, как правило, разный будет. Известно, что не более, чем конечное число многообразия разного объема, да. Известно, что число может быть сколь угодно большим. Ну, там всего-то 400 гиперболических. выведите одного объема конечное число. Да, одного объема, да. Фиксированного объема конечное число. Но оно может быть сколь угодно больше. Такие примеры есть тоже. Понятно, хорошо. Женя, на следующий раз просто напишу.